Всем привет! В общем, охота на Эллиота продолжается. Насколько вы помните, в предыдущей серии всё это закончилось лютой подставой, и денег у меня так с него не получилось вернуть. А должен он мне порядка 120 миллионов, и это достаточно большая сумма. В общем, время спустя я решил вновь попробовать найти людей, которые готовы взяться в заказ, и решил написать объявление о том, что есть некая работа. Мне периодически звонили некоторые люди, и я решил ответить на звонок. Да, вы мне звонили по поводу работы. Да, да, да. Куда мне подъезжать ещё раз? Я нахожусь в красном ленд-крузере, стройка в центре Ковалы, там где жёлтый кран. Да, я прямо за ней стою, жду вас в машине. Укрытие объявления. Есть работа, подробности при встрече. Привет. Садись в машину. Это работа не для одного человека. Сколько номер денег? Ну, хотя бы двое, лучше трое. В прошлый раз человек семь не смогли справиться с ней, потому что они сами накосячили, блин, понимаете? Короче, мне человека нужно поймать живьём. Живым он мне нужен. Сейчас спрошу человека. А что за человек с интересом? Это детектив, полиция. Ничего себе. Цели две, цели две, но мне нужен любой из них на самом деле. Если двое, то я заплачу два раза дороже, больше, чем это полагается. Ничего себе, какие суммы ходят речь? 35 миллионов за человека живьём. Ничего себе. А что вы с ними делать будете так, ну, просто ради любого места? Ну, смотрите, один раз мне удалось уже его вывезти, хоть и не очень удачно. Я пытался с ним договориться, но в этот раз мне нужно его уничтожить окончательно, понимаете? А мы сможем при этом присутствовать? Я должен при этом присутствовать. Мы сможем при этом присутствовать? Поддерживать. Ну, вы же мне его доставите, правильно я так понимаю? Конечно. Ну да. Я с ним разберусь, мы пойдём потом уже с вами рассчитаемся без проблем. А как его зовут? Эллиот Чилл, детектив. И второй некий Киллах. Они сейчас есть здесь, и за ними установлено наблюдение. Я точно знаю, где они находятся. С моей стороны я готов предоставить любую информацию по их местоположению. Хорошо. То есть половина работы уже, считаете, сделана. Ваша задача вы только перехватите и доставите его. В безопасное место, где я уже смогу прибыть и разобраться с ним окончательно. А его надо ли убивать? Может, вы его, не знаю, по торговле сдадите, чтобы он ещё попахал перед тем? Нет. Этот человек украл у меня очень ценные вещи, и возвращать он их не хочет. На заднем сиденье все, что вам может пригодиться. О-о-о. Сразу хочу сказать, что не вы одни им занимаетесь в данный момент. Им занимаются две банды. Ну, понимаете, да. Мне нужен результат как можно быстрее, поэтому очень много людей, которые готовы взяться за это. Ну, просто, возможно, такие случаи, что вы можете случайно чисто пересечься. Мало ли что произойдёт. Но информацию в данный момент я буду передавать только вам сейчас. Слушай, ну, если мы других охотников найдём, мы их тоже затезлим. Это наша добыча будет. Ты не против, да? Мне главный результат. Мне всё равно, кто кого перестреляет, я меньше денег должен буду. Это хорошо. Ваша задача просто найти хорошее место, куда вы его мне передадите. Я с ним разберусь окончательно, наконец-то. И мы поедем, я с вами рассчитаюсь. Давай так тогда. Ну, сначала половину, потом ещё половину. Ну, я имею в виду близко. Слушай, я работаю с людьми не первый день уже. Мы привозим тебе машину, ты дал две с половиной, мы отдаём машину, соответственно, и после того, как ты уже казнешь его, и казнешь, и, кстати, вернёшься, ты нам даёшь вторую половину. Просто в таком случае мы, ну, мы просто привезём людей, как бы, и останемся ни с чем. Речь тут большая. Когда вы приведёте людей, я с вами рассчитаюсь. Вся сумма сразу. Конечно. Смотри. В общем, некоторое время спустя я объяснил людям, что же им требуется сделать, выдал весь необходимый инструмент для того, чтобы поймать этих детективов, и сам в это время наблюдал за ситуацией с беспилотником, о том, что происходит в Кавале. В общем, ситуация была достаточно интересная. Я знал, где находится Эллиот, и начал эту информацию им сливать. Так, вы сейчас где? В Кавале? В городе? Приём. Да, в городе. Меня слышно? Да, есть информация, что один из них находится сейчас в чёрной Ауде. Седан выезжает с полицейского участка. Это, как я понимаю, Эллиот. Он темнокожий детектив. Второй белый. Я не знаю, есть ли он в машине, но информация о том, что один из них в этой машине, это 100%. В данный момент они выехали из участка. Хорошо, понял. В городе достаточно сложно будет взять, потому что они могут передать информацию, и быстро подкрепление подъедет. Мы будем за ними следить, как только они из города выйдут. Вот они. Гопают. Процесс пошёл, смотри. Опа. Опа. Ай-яй-яй. Так. И? Так, хорошо. Они куда-то отправились. Не прошло. Мы спиздили, уезжаем. Жду тогда посылку на ночном месте. Справитесь? Сейчас, хорошо. Погоди, давай сейчас. Смотри, мы тебе даём ментов, ты нам даёшь бабло, и мы расходимся как бы. Мы договаривались, что вы доставите их в назначенное место. Я с ними разбираюсь, и только после деньги. Я деньги передам, когда будет спокойная обстановка. Мне нужно потерять эти деньги. Сами понимаете, мало ли ещё произойдёт. Я сам понимаю, но понимаешь, наша задача украсть, тебе привезти, а не сопроводить тебя до их казни. Приведите их на это место. Нам они нахуй не нужны. Мы хотим тебе отдать и уехать. Но где вы их отдадите нам на острове, как мы и договорились, правильно? Я говорю, как бы, а отдать всё же что делать? Нам всё равно куда подъехать. Мы их спиздили, мы уехали в горы. Короче, сколько вам нужно времени, чтобы их доставить до точки? Я не знаю, но в кого бы я не совался, на самом деле. Ну, у вас двое, один человек может взять вертушку, а второй пока их поддержит при себе. Просто у нас времени много, их искать будут. Я не знаю, их заметили, что они спиздили или нет. Ну, конечно, заметили, только вряд ли они знают, где они сейчас. Решайте быстрее, потому что они мне нужны. Тоже, я хочу с ними разобраться. Давай тогда, давай решим, где встретимся. Остров Макринеси, я предлагаю. Говорю, ну давай, мы тебе их как бы отдаём, ты нам даёшь за ним бабло. Остров Макринеси. Остров Макринеси, жду вас там. Эллиот был у них, и ни в какую они не хотели соглашаться на условия, чтобы можно было доставить этого человека на остров Макринеси, поэтому пришлось всё-таки пойти на некие уступки, и, к сожалению, я всё-таки зря это сделал. И, собственно, что же может пойти не так, дамы и господа, вы узнаете буквально через пару минут. Так, я уже подготавливаю вертолёт, начинаю двигаться в сторону Макринеси. Давай не на Макринеси, а на конь переси поближе, который, который, помнишь, второй мы говорили? Фурнос. Парни, мне нужна ваша помощь, если вы не заняты, срочно. Я нанял людей, они выполнили заказ, но я предлагаю вам их перехватить после оплаты, забрать деньги, которые им заплачу. Я у вас на базе, на вертолёте, подойдите буквально одна минута. Короче, просто будьте в боевой готовности, я на них залочу дартер, солью координаты, куда они отправятся с моими деньгами. Давайте договоримся так, половину того, что будет про них, вы заберёте себе, половину дадите мне, как вам такое предложение. Давай, давай, добро. Хорошо. Я пока уйду с Кэвэй, будьте на этой частоте. Давай, давай, давай. Так, на какой остров мы договорились, значит? Фурнос, который не шаговал координаты 0,23, 0,93. Всё, лечу. Парни, алё. Пока не действуйте, они в белом ГТРе. Я сейчас солью координаты, мне их передадут, и потом я скажу, когда их можно будет перехватывать. Да, про примеры территория будет понятно. Сейчас я скажу, где они находятся, но пока туда не суетесь в данный момент. Они находятся 0,27, 114. Предупреждаю, что одного у них жилет смертника, если что. Я сейчас заберу у них груз, передам им деньги, и потом по рациям скажу, когда, ну, можете их перехватывать. Окей? Да, да, да. Давай, выходи где-то. Подходите. Эти петухи. Здрасте. Слышь, эти петухи? Эти, эти, эти. Паспорт их проверь, чтобы вот... Стой нахуй на месте, блядь. Я по лицу помню, по коже всё помню. Вообще их поводки, блядь. Так, чё, бабки принёс? Да, грузите. Ты бы снял эту штуку ещё, взорвёшься, блядь. Да. Не рада, не хочется. Так, ну чё, ты чё, как забираешь? Грузите их ко мне в вертушку и разъезжайтесь потом. Да, да, да. Угу. Ну, вам больше денег дадим, разъезжите, может, пустите. Да, да, да. Балла, звали всё. И второго. А он убегает, второго надо, ловить. Сейчас я всё сделаю, мужик, не забывай. Нет, нормально. Сейчас будешь развязывать, я тебе башку сам лично пострелю. Всё, всё, понял. Вы их перевязали? Да. А где второй? Точно? Чтобы сюрпризов не было сейчас. Ни хера он не сел, вы их не перевязали, блядь. Он у тебя в машине. Иди развяжи его. Сейчас мне нервно. Сколько вам заплатили этим вообще? Сейчас ничего не понимают. Бля, я столько... Бля... Я жить хочу, давайте договоримся. Чего вы хотите за мою жизнь? Да, у тебя лента есть? Какого чёрта вообще? Да я сейчас посмотрю, подожди ты, блядь. Сука, блядь, он у меня... Кореша, блядь. Вези свой кореш и сюда. Блядь, блядь. Подожди, я в машине належу. Это пиздец. Давайте мы ему заплатим свою жизнь. Нечем тебе платить. Блядь! Юандра арест работает! Сука! Сука! Заебали! Ты больше арестованы. Какого чёрта? Какое нахер FBR, блядь. Сейчас думало... У тебя так просто будет? Друзья, его вертолёт везите. Сволочь! Быстро, 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 быстро. козлы блять просто минус 230 биткоинов будет попытка номер четыре или на этом закончим не мы это никогда не закончу бесконечно пока люди не научатся работать вот как-то так ну и что же вы думали это были долбаные мать его агенты под прикрытием которые якобы выполняли работу который им давал для того чтобы отследить меня и в итоге они опять меня повязали ну и в конечном итоге меня отправят куда до тюрьму строгого режима что ж я на этом не остановлюсь и думаю что охота продолжится несмотря на то что я уже потерял 220 долбанных биткоинов это огромные деньги но мы будем топить до последнего посмотрим сможет ли хотя бы кто-то до этого острове выполнить эту чертову работу ну что ж спасибо что посмотрели данный видеоролик надеюсь вам понравилось пишите ваши комментарии чтобы по этому поводу думаете в общем увидимся с вами в следующий раз всем удачи всем пока удачи всем пока удачи всем пока